добрый день уважаемые дамы и господа наш эфир продолжает программа эфима фиштейна похищение европы здравствуйте фильм добрый день ну и наверное поговорим о том что происходит в беларуси но включен в несколько и но мы сегодня уже говорили бы мы имели рассказ юра хащеватского о том что там происходит чтоб искать что этому предшествовало и так далее но мы поговорим наверное о том что может сделать евросоюз вот в этом плане для европы и вообще каковы отношения между беларусь евросоюзом и евросоюзом и так сказать новыми силами может быть в этом ключе несомненно я уверен что на вашем радио фактически с утра до вечера ведутся передачи ситуации в беларуси и не собираюсь выдавать себя за очевидца хотя прага сравнительно недалеко от беларуси и думаю что средние сюда поступают самое актуальное но дело не в этом прага все-таки член евросоюза и вообще находится в центре европы то есть более разумно мне говорить сейчас с точки зрения европы как здесь евросоюзе видится положение беларуси и чего могут собственно говоря и беларусы ожидать от европейского союза и в этом смысле вспоминается мне что самое надежное средство борьбы и самый верный путь к успеху это точное трезвое понимание ситуации в целом так чтобы не обольщаться иллюзиями и несбыточными надеждами я не знаю насколько беларусы понимают суть действий европейского союза причины мотивации и так далее потому что если они будут это понимать достаточно трезво то они не будут отдаваться ненужным иллюзиям и поймут на что им рассчитывать а рассчитывать им можно только на собственные силы и на силы того региона которому они имеют честь принадлежать что я имею ввиду буквально завтра мы с вами говорим во вторник здесь уже вечер буквально завтра в режиме видеоконференции европейском союзе произойдет некая заочная встреча верхах где лидеры этого объединения будут договариваться о том что же делать с белоруссией как им отнестись к нынешнему режиму лукашенко и оппозиции которая изо дня в проводит многочисленные демонстрации и заранее могу предсказать это совсем несложно здесь дело не в моих способностях пророческих поскольку опыт зиждется на всей истории предыстории нынешней ситуации евросоюз заранее могу предсказать что рассчитывать им особенно белорусам особенно не на что потому что европейский союз это все сегодня весьма аморфное объединение объединенная разве что какими-то историческими но главным образом экономическими связями но в любом случае объединение весьма недостаточно политическая не вспоминается и вы наверняка помните это знаменитое изречение эту фразу которую когда ему сообщили о том что создан евросоюз европе фактически видимо уже после мастрихта когда евросоюз приобрел нынешние свои черты тогда госсекретарь генри киссингер спросил европейского представителя скажите а если мне нужно будет узнать точку зрения евросоюза по какому телефону я должен звонить и это конечно метафора но метафора достаточно афористическая и точная потому что нет такого номера телефона можно разумеется позвонить в еврокомиссию можно разумеется позвонить в европарламент но и в одном и в другом месте вам ничего точного не скажут это связано с устройством евросоюза но устройство мы еще вернемся сейчас же скажу что первыми рефлексивным почти движением лидеров евросоюза была был звонок и кому бы вы думали путину ведь нам любой нормальный человек здравомыслящий человек понимает что ситуацию в белоруссии рассматривать как говорится помимо путина неразумно путин это тот человек фактически который сейчас контролирует лукашенко лукашенко может разыгрывать из себя великого государственного деятеля но на самом деле он не более чем марионетка руках путина значит трагическая ситуация белоруссии обусловлена всей предыдущей политикой кремля она ею обусловлена и звонить путину чтобы узнать его мнение это все равно что звонить я не знаю насильника изнасиловавшего милую вам женщину как у которого вы хотите спросить чтобы он посоветовал делать вам по отношению изнасилованной путин и россия путинский режим фактически насилуют белоруссию в прошлом и продолжают это делать сейчас если бы можно было абстрагироваться от кремля с его политикой никакого лукашенко в помине бы не было он был сметен уже в первые дни он бы вынужден был подчиниться результату выборов но если он это не делает то только из расчета на путина что же делает европа она звонит путина и узнает что он скажет если европейцы введут какие-то санкции санкции кстати возвращаясь к завтрашнему их саммиту виртуальному саммиту можно сейчас уже судейно сказать что санкции будут персональными индивидуальными то есть санкции будут направлены против лукашенко и группы товарищей вокруг него может быть каких-то высших чинов в мвд в кгб белоруссии но в любом случае это не будут санкции против режима и оговорка которую делают европейцы данном случае она столь же прозрачно как и бессмысленно они говорят но мы же повредим навредим гражданам белоруссии тем самым кому мы хотим помочь вы сами понимаете что это не более чем софизм который можно было в свое время применить к жителям ирака сегодня жителям ирана жителям любой диктатуры или страны который владеет и контролирует какой-то беспощадный диктатор что и есть ситуация белоруссии то есть санкции только против этих высших чиновников почти бессмысленно это должны быть санкции гораздо более жесткие которые накажут режим в целом они должны фактически эти санкции постигнуть и наказать экономические предприятия которые так или иначе еще совершают экспорт в европу военное сотрудничество с белоруссией каком бы то ни было виде него нелепо нелепо подвергать санкциям скажем министра обороны белоруссии и при этом поставлять белоруссию вооружение или какие-то запасные части я уверен и вы увидите завтра что санкции которые европейский союз ведет если ведет сейчас к этому вернемся они будут направлены только против нескольких личностей отдельных людей белоруссии которые и так не может сказать не выездные никуда не выезжают что касается их капиталов на западе ситуация несколько отлично от российской белоруссии немного олигархов которые хранят свои ауары на западе но даже если бы я думаю что они скорее были бы заморожены чем конфискованы вот такова ситуация причем нет абсолютно никакой уверенности что даже в таком виде санкции будут введены потому что единства в евросоюзе на этот счет нет есть отдельное мнение скажем венгрии италии которые не слишком благоволят разного вида санкциям против отдельных режимов даже если эти режимы диктаторские даже эти если эти режимы совершенно каннибальские и античеловеческие вроде именно к этому склоняется режим лукашенко хочу напомнить что режим лукашенко исчезу недавнего времени считался последней диктатурой в европе а его самого называли последним диктатором в европе позднее когда преступления против своего же народа начали быть несколько менее видны а может быть меньше бросались в глаза благодаря из за изолированности режима в целом благодаря цензуре который там царит это название или это это как бы титул с него сняли и перестали его называть последним диктатором европы звание это перешло его патрон путину а лукашенко вроде бы перестал быть последним диктатором европы так что сейчас мы видим что все это не более чем шаг вправо шаг влево со стороны европейского союза другой вопрос почему так происходит и почему европейский союз не может выработки единого мнения и здесь мы уже находимся в сфере рассуждения относительно вообще у самого устройства европейского союза это устройство эта конструкция включает в себя много дефектных элементов элементы которые и объясняют слабость объединения и не позволяют говорить о какой-либо единой политики объединения ну скажем первая всем известная слабость это то что в европе нет ни одного народа а государства бывают только или этническими или выстроенными по принципу лояльности по отношению конституции и главным государственным символом обратите внимание что европейский союз это и не этническое объединение это кстати объединение которое пока еще само не определила вообще свою форму что это унитарное государство вроде бы нет федерация вроде бы тоже нет это пока только союз то есть международная организация с опломбом разумеется и стремлением стать чем-то вроде единого государства и так одного народа там нет и как говорится не предвидится конституции по отношению которой можно было бы быть лояльным тоже нет и не предвидится когда в результате десятилетних усилий евросоюз вроде бы выработал некое подобие конституции и ее через систему референдумов запустили для одобрения то оказалось что первые страны два государства и не самое маловажное в этой структуре это франция была и голландия сказали нет спасибо не надо обойдемся и получилось что эта конституция исчезла даже не родившись еще это как плач по не родившейся правиле и так нет ни единой конституции ни единого народа который мог бы стать не этническим естественно единством но хотя бы политическим такого народа политического тоже не выработался причем то что я говорю сложилось уже где-то период начале двухтысячных как сейчас говорят и все остальное было лишь бесплатным приложением к этому процессу сейчас европейский союз находится на таком распутье на таком перепутье на таком перекрестке что вообще трудно очень говорить о какой-либо единой политике в последние годы вообще какой бы курс не пыталась взять администрация руководство политическая элита евросоюза всегда это кончалось неудачей но могу привести пример из самых последних взялась европейская комиссия а это вроде правительства здесь ведь существует один из недостатков конструкции евросоюза это заключается в том что правительство называемое европейской комиссией состоит из назначенцев назначенцев с правительств тех самых государств получается так уже в этом получается полная бессмыслица потому что управлять общим этим образованием должны те кто назначен своими правительствами которые кстати говоря могут в любой момент их снять отозвать заменить кем-то другим и они должны как бы управлять тем теми кто их назначает абсурд полный так вот в мае этого года взялся европейский союз в лице еврокомиссии у него есть специальное министерство иностранных дел так называемая сейчас руководит мишель франц француз бельгиец не знаю на границе родился так вот он попытался сформулировать декларацию которая бы осуждала план израильского правительства по аннексии части еврейских поселений на на той территории которая сейчас принадлежит палестинской автономии что же вы думаете разумеется сейчас ситуация всеобщего карантина и ковидного карантина разумеется конференция проводилась заочном режиме виртуально но и так и в этом случае ему не удалось добиться никакого единства и в любом случае декларация была удачно отложена в долгий ящик это происходит буквально с каждым новым начинанием евросоюза сейчас потому что напомню еще раз странную структуру отсутствие единого политического или этнического народа наличие правительства которое состоит из назначенцев и которые которые по-своему хотя и не прямо но опосредованно контролируются лидерами национальными лидерами государств которые тоже время от времени собираются и дают свои наставления этой европейской комиссии сейчас уршула фундерлайн глава европейской комиссии как бы президент европы она тем не менее сама является назначенкой своего правительства в частности ангелы меркель и она вынуждена исполнять она президент правительства вынуждена исполнять указания каждого саммита встречи в верхах лидеров национальных лидер чтобы этого не показалось мало есть еще европейский парламент у которого вообще не может быть никакого единства потому что ведь парламент проходит партии самого разного толка самых разных направлений и да и называемая по-разному кто знает как каково направление ориентация политической каких-то партий сияющего пути или светлого будущего тем не менее вступая поступая или переходя в европарламент если они добились успеха на европейских выборах они вынуждены включаться в одну из фракций европарламента получается абсурдные абсурдные ситуации когда виктор орбан оказывается составе либеральной фракции кто-то из совершенно атеистических партий или мелких группировок оказывается составе католической фракции европарламента другие оказываются составе социалистической фракции хотя сами исповедуют может быть самые консервативные взгляды и так далее есть отдельная фракция и коммунистическая и вот этому-то собранию приходится чисто теоретически напомню что парламент ведь он же назначает правительство по идее в то время как здесь назначает правительство лидеры стран своих назначает европейскую комиссию парламент отдельных комиссаров этих то есть комиссаров хорошее название современной европе то ли одобряет или не одобряет от случаяния одобрения бывает крайне редко и то только потому что эти комиссары придерживаются скажем правых взглядов обычно это итальянские комиссары с большим удовольствием не одобряет европейский парламент в результате это такая странная комбинация разных устремлений взглядов политических ориентаций что прийти к какому-то одному году им крайне сложно крайне сложно всегда найдутся фракции которые почему-то не одобряют приходится принимать резолюцию каким-то большинством она никогда резолюция парламента не обязательно для выполнение обязательно к выполнению или исполнению европейской комиссии европейская комиссия принимает ее как рекомендательную любую резолюцию что же получается в ситуации с белоруссией получается то что парламент каким-то большинством голосов принимает резолюцию о том что белоруссии нужно помочь вводом санкций и блокадой правительства лукашенко блокады в смысле не поддержанием каких-то связей или наоборот разрывом связи комиссия для которой такая резолюция всего лишь ориентировочная рекомендательная ничего не делает сваливая это на встречу лидеров что и произойдет завтра возвращаясь к началу напомню что завтра произойдет такая встреча и весь пар уходит с листок это просто для того чтобы вы или наши слушатели лучше понимали почему деятельность евросоюза которая неслась когда-то под лозунгами превратимый евросоюз в самое мощное экономическое и политическое объединение мира которая фактически вытеснет с международной арены старых политических лидеров мира соединенные штаты америки россию китай и станет и станет главенствующей и доминирующей формы почему из этого вышло то что когда-то называлась пшиком вышел пшик никакой эффективности к сожалению евросоюз не может иметь и не демонстрирует не может продемонстрировать разумеется это же относится и беларуси вот почему настоящий выход настоящий результат завтрашнего видео к завтрашней видеоконференции лидеров будет так иметь такой скромный характер такой скромный результат что белорусам следовало бы в последнюю очередь ориентироваться на это но есть что-то на что ориентироваться они могут ведь они же находятся фактически в том регионе где уже сложилась достаточно эффективная группа государств это их соседи это страны прибалтики это польша это если дальше брать на юг словакия венгрия с которой пока еще у белоруссии не складываются отношения но просто потому что ведь нет никакого реально оппозиционного нового правительства демократического в беларуси вот на эти страны стоило бы белорусам ориентироваться в большей степени с этими государствами стоило бы оппозиции уже сейчас не дожидаясь момента когда она придет к власти она ведь рано или поздно придет стоило бы переориентировать свои усилия а не уверять россию что и новое правительство будет сохранять восточный вектор международной или внешней политики беларуси то есть будут ориентироваться прежде всего на россию они же в таком случае будут ориентироваться на ту россию которая их насиловал насилуют и насиловать будет стоит ли им ориентироваться когда у них за спиной есть больше литва достаточно дружественная и центральноевропейские государства вот я думаю урок который им стоило бы заучить на будущее и всем спасибо давайте мы сделаем небольшой перерыв после перерыва вернемся и возможно у наших радиослушателей появятся вопросы или комментарии и мы обязательно примем звонки и пообщаемся с ними удовольствие возвращаемся к беседе с ефимом фиштейном телефон в студии 847 400 5200 если у вас будут вопросы или комментарии пожалуйста звоните чем мнение разделились интересно вот я сейчас смотрю на комментарии в фейсбук кстати у нас тут баффало гроф проходили несколько дней к ряду такие небольшие митинги в поддержку беларуси и в поддержку протестующих но комментарии ну и выставляются фотографии на на страничке фейсбука с этих митингов и комментарии довольно разные но одни как бы безусловно поддерживают это и не сомневаются в прав в правоте движения сопротивления другие ну мягко говоря скептически к этому относятся и говорят что лукашенко был как раз тем человеком который мог лавировать между всеми хитрить и в россии не отдаться и и так сказать с европой то поругается то помирится то получит кредит то еще как-то и в общем каким-то образом сохранил страну а вот после того как а если случится так что лукашенко не станет и каким-то образом белоруссия примкнет к евросоюзу то тогда наступят темные времена поскольку евросоюз но прежде всего чиновники евросоюза заинтересованы в каких скажем я не знаю уже исходя из меркантильных интересов или как-то начинают регулировать начинают постепенно убивать в сказать промышленность и так далее и так далее в тех в новых странах которые присоединились единственное используют эти страны в качестве рынка не более того вот как-то как-то так разложились мнения в вот среди тех кто наблюдает за тем что происходит белоруссия живет здесь в сша то есть единого мнения по этому поводу нет единое мнение может царить только на кладбище зачем здесь важно вносить ясность и ставить точки на пи самое гнусное и коварное объяснение событий сводится к тому что вы хотите чтобы было как на украине никто не хочет почему а почему не хотят только потому что они не знают как на украине они повторяют зады российской пропаганды которая сделала майдан именем нарицательным и ничего майдана уже страшнее не бывает страшнее только пекло это бред собачий украина может быть живет сложно но она живет свободно она живет свободно по всем показателям по которым мы вообще способны измерять свободу там свободная печаль там есть конкуренция между каналами телевизионными там есть конкуренция промышленности в экономике и есть конкуренция политическая причем очень острая да вы посмотрите что происходит в украинской ради то есть страна не должна быть оцениваемая я только по уровню достигнутого благосостояния мы не вам мне объяснять вы видите как можно из прекрасной страны сделать сомалии и для этого совсем не нужно переносить ее евросоюз это можно сделать и не выходя как говорится из чикаго не выезжая из чикаго то есть это совершенно неправильное объяснение во первых невозможно сохранить диктаторский режим ни при каких условиях представление такое что какой-нибудь батька лукашенко может сидеть двадцать тридцать а может быть сорок пятьдесят лет и что и он умрет как сталин а дальше что что сталин сохранил и для чего он сохранил если тут же все распалась потом и после впоследствии тоже распалась что сохранили цари если потом распалась вся российская империя то есть об этом разговора не может вестись общество живой механизм всегда в процессе всегда в развитии это надо понимать стараться сделать это развитие достаточно цивилизованным и не дать себя обдурить разумеется какими-то постмарксистскими сказками так что люди которые говорят что жила бы она дальше сто лет при лукашенко они просто не понимают что ни один режим не живет сто лет кроме демократических потому что там смена власти происходит регулярно это не проблема преемственности а в беларуси и проблема вы же сами видите топли кто может быть преемником лукашенко только кто-то кто его повесить просто это же не бывает иначе диктатура как-то раз как советские а потом и российские правители всегда первым делом забросали грязи своего предшественника и объявили его предателям рудовые эти разговоры пользу бедных давайте примем звонок нет звонка пока нет но упомянули о свободе я читаю ольга лошвили моя знакомая через фейсбук вот интересная я попробую привести цитату послевоенное стремление к свободе равенство братство и политкорректность перевернули мир с ног на голову к чему это привело мы постепенно осознавали читая ужас из городов сначала кельна потом всех крупных городов германии в швеции не зайти в определенные районы в швейцарии люди даже семейным столом политкорректны все их мысли такие же знаю о чем пишу вокруг колизея сидят беженцы италия около 30 процентов безработица среди молодежи в испании на юге равные в кавычках уже отнимая отжимают дома случаев много тоже читала и об италии голландии 200 тысяч голландцев за последнее время выехали в польшу и венгрию эти страны не вступили не впустили равных и братских свободных беженцев франция жгут шедевры возрождения про остальные мы наблюдаем про остальное мы наблюдаем в интернете теперь при полнейшем поливении европы при очевидной инкорпорированности евро чиновников и российского бабла пытаются брать последний бастион все перевернули демократия либерализм все поменяла свои понятия равно наоборот ровно да наоборот евросоюз евросоюз равно социализм равно забывание своих национальных интересов и черт и мы ежедневно видим его плоды и самый печальный политическое безволие что обязана делать любая власть только защищать букву главного закона в общем вот так как и если позволить отвечу это пожалуйста в том что дело в том что с огромным множеством доводов аргументов можно согласиться это не проблем согласиться с ними потому что они описывают достаточно реалистической ситуации но здесь смешано все на свете понимаете и все смешать и все под одну гребенку постричь это не получается у человечества назвать режим лукашенко последним бастионом и не продолжить предложение не сказать бастионом чего неужели бастионом добра света хороших и благородных принципов или чего независимости назвать лукашенко который является подстилкой путина который просто пуповиной с путиным связано назвать блюстителем независимости но это же как говорили в одессе в одессе на голову не лезет это черт знает что это все перемешано но причем где в голове перемешано потому что там есть одно предложение который показывает источник этого непонимания мира там свобода испоставлена в один ряд с равенством и справедливостью свобода равенство свобода это нечто совсем другое это естественно стремление человека сбросить какие-то узы которые не дают ему свободно жить свободно развиваться и кстати выражать свои мысли свободно то что что находится сейчас у вас в чикаго под угрозой это именно свобода а равенство и справедливость это совсем другие категории это категория абстрактная которая заменяют нам несчастью любое любую возможность оценки прекрасно это выразил ваш замечательный староста мэр города нью-йорк когда его спросили журналисты скажите капиталы бегут из нью-йорка люди богатые уезжают из нью-йорка что вы будете делать как вы будете с этим справляться он говорит мы приветствуем это поймите потому что нашим критерием показателем цивилизационного развития больше не будет богатства города и богатства проживающих в нем людей нет мы стремимся к равенству и справедливости в области политической экономической экологической космической партии что угодно а равенство и справедливость померять измерить не чем в то время как благосостояние измеряется там в воловом внутреннем продукте или какими-то другими или доходы населения на голову населения сейчас это ваши же люди из демократической партии сейчас предлагают вместо этого ввести равенство и справедливость а тут измерять не чем это только вопрос власти кто у власти находится тот вам будет говорить что в нашем городе равенство улучшилось в сто раз понимаете равенство виднее количественно это не не из естественных наук это из области перцепции восприятия воспринимать можно как угодно он скажет вот и замечательно на улицах грязи значит мы более равны и справедливы то есть это очень коварно и коварно объединять их на одном дыхании со свободы которую как бы мы не пытались опорочить она останется естественным стремлением человека и всякий раз будет продаваться наружу и не нужно выдавать режим лукашенко за какой-то последний бастион неведомо чего просто по-настоящему зависимость от соседнего государства и почему-то к этому не стремятся соседи белоруссии не прибалтику не стремится не больше не чехия словакии никто не стремится к этому другое дело что евросоюз идет по этому пути но вам же это вам же это понять не друг чем другим что что значит свернуть на неправильную колею и упереться в тупик это естественно и европейский союз следует по этому пути но это не значит что нынешняя россия с его путинским режимом и лукашенко как как мелкий подпевала как сержант просто своего фюрера это не идеалы независимости ничего бы то ни было и разумеется интуиция белорусского народа она подсказывает правильно она подсказывает что с этим нужно бороться даже если на горизонте маячит евросоюз другое дело не попасть в эту ловушку избежать этого там капкана найти такое объединение вокруг себя кстати вы же знаете наверняка как нехорошо относится пропагандисты евросоюза этим странам центральной европы они считают большой оплошностью то что их вообще включили в евросоюз который сегодня уже можно может быть был бы хорошей социалистической державой а эти страны ему портят общую картину ну потому что эти страны уже прошли через все прелести социалистического рая поэтому они не хотят туда идти поэтому они противостоят идеям евросоюза а евросоюз неуклонно прется падает влево несомненно несомненно это именно то что хотел сказать когда-то васлав гайдов пытность своего президентом чехословакии его первая поездка была соединенные штаты чем нарушил традиции старых и при этом соединенные штаты выступая перед двумя палатами американского конгресса он им сказал мы не приходим к вам как казанский сирота мы приносим совершенно свое обычное и очень острое ощущение свободы и несвободы тревоги перед несвободой мы чувствуем несвободу гораздо острее чем вы которые никогда не испытали это наш вклад и это так и получилось посмотрите на на то как развиваются страны которые никогда не испытали и свободу в том числе запад европы том числе соединенные штаты и как все-таки пытаются этому сопротивляться страны центральной европы но ведь белоруссии место и место там среди них было бы лучше если бы она влилась скажем в эту группировку которая сейчас называется вашего радская четверка а вообще так не присоединяются и австрия сегодня уже несмотря на то что она вроде тоже страна немецкоязычная и относящийся к западу тем не менее сделать эту группировку сильней так чтобы ее слова были слышны на западе европы это жизненно важно иначе мир совершенно в соответствии с предсказанием орвела поделится на три каталитарных государства это будет океане где к несчастью будет соединенные штаты и великобритания это будет евразия где будет европа заблудившиеся и в своих потемках руководствующиеся указаниями путина это будет из азии то есть китай обратите внимание что предсказание гениального орвела она не предусматривает никакой демократии которая боролась бы с этими она предусматривает 3 тоталитарных режима которые будут вечно воевать друг с другом но разве это то к чему мы стремимся или хотим стремиться а скажите а вот демократия она как бы вот в своем развитии не не приходит в конце пути к тоталитарному режиму вы посмотрите что вот что у нас происходит говоря о свободе или это просто такой игра термина терминами когда левое движение скажем в америке присвоила себе термин прогрессивная потом это не прижилось они присвоили себе термин либеральное движение хотя на самом деле ничего общего ну то есть вот мы их называем либералами на самом деле они из либералом и чего общего не имеют вот-то то вот тех кого мы называем здесь либералами или может быть надо обозначить на него либералы на самом деле это левое Мы сейчас говорим, в частности, об одной из крупнейших партий, демократическая партия, они называют себя либералами, то прогрессистами, то либералами, то есть играют словами. На самом деле с либерализмом как таковым они не имеют ничего общего. Мало того, они являются врагами либерализма, вот в том смысле, в котором мы понимали значение слова либерализм. А вот под этим зонтиком, под этим прикрытием они ведь творят чудеса, буквально. Сергей, понимаете, вопрос философский, но в принципе я не могу с вами согласиться, потому что я не знаю, хотя прочитал много политологических книг, я не знаю, что такое настоящий либерализм. Я не знаю, неужели может кто-то всерьез сказать, что это либералы придумали терпимость, толерантность и так далее. А до них, видите ли, никто в Европе не знал такого понятия, и в христианстве не знали, и вожди Европы до них не были, и Черчилль не знал, что такое терпимость, только они привнесли. Просто мы заблуждаемся в терминах. Либерал это мыслящий, думающий человек, который заблудился в пути и направляется от общества каких-то консервативных ценностей, направляется к марксизму. Вот этот путь еще не пройден, но это единственное направление пути. Либерал никогда не достигал других высот, пока не становился каким-то левым, марксистом, коммунистом, что угодно. Прогресс – коварное слово, потому что в Америке сейчас, да и в мире, не борются ценности, а борются прогресс и регресс. То есть все, что является прямой противоположностью прогрессу. Вот и все. Это указатель, по которому измеряется правдивость или неправдивость. Если вы противоположны прогрессу, значит вы несете ложь с самого начала. Поэтому и не будет настоящего спора. Поэтому, скорее всего, у вас отменят президентские дебаты. Потому что Байден, который воплощает в себе вот этот прогресс, в кавычках, он не будет спорить с ложью, которую воплощает в себе Трамп. Правда, прогресс не может спорить с регрессом. А мы должны плевать на их определение. Мы должны относиться к этому как к нашему спору, где по-прежнему мы спорим с позицией существующих или существовавших еще до недавнего времени демократических ценностей. Демократия, разумеется, может быть ругательным словом. Разумеется. Потому что, как уже сказано, главное вообще в обществе не демократия, а культура. Но это отдельный разговор. Это отдельный разговор. Общество бескультурное не может быть по-настоящему демократическим. А может быть всего лишь обществом упадничества, обществом игры на постоянное понижение всего. Но это, наверное, будет содержанием других наших встреч. Да, вот отмени культуру это движение. На самом деле все радикальные движения, которые сегодня, так сказать, зашевелись в Америке в канун выборов, безусловно поддерживаемые и стимулируемые демократами. И одно из движений отмени культуру. Они прямо заявляют об этом. И, скажем, мультикультурализм, это ведь термин не сегодняшнего дня, ну, скажем, не так давно используемый, но политика, вот эта политика мультикультурализма, она на самом деле приводит к разрушению. Потому что государство или, скажем, республика, у нас все-таки республика США, это республика. Правда ведь? Мы же не демократия, мы же республика. Так вот, государство наше может быть многонациональным, многоэтническим, многорасовым, но культура должна быть единой, потому что если нет единой культуры, нет единого языка, нет границы, то это государство обречено. Поэтому мультикультурализм это такая бомба замедленного действия. По большому счету. Это один из, это один из зашифрованных, я бы сказал, синонимов конца цивилизации. То есть кодовое слово. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела, меня зовут Галина Ющук и хотела сказать спасибо большое нашему гостю, который сказал про ситуацию на Майдане в Украине очень правильно, как это было и как вы понимаете. Потому что я разговаривала несколько дней назад с людьми, которые здесь стояли в поддержку всего, что случилось в Белоруссии. И очень было мне нехорошо на душе, что я поняла, что люди ни одного слова против Путина, никто ничего не сказал. Только против Трампа. Я разговариваю против Трампа и против Лукашенко. А говорю, посмотрите в Украину, мы не майданутые, мы не майданутые. Так меня это ударило по лицу, потому что это вопрос к вам. Верите ли вы, что можно сделать что-то, но изменить ситуацию в Белоруссии при таком виде людей, они называют себя прогрессивными людьми. Значит, что Россия не против Путина и без пролития крови. Я не говорю, что мы хотим проливать кровь. Вчера у Славы на программе сказано было, что они хотят, не как украинцы сделали, они стоят на бордюрчиках, а девочки с цветами стоят напротив этих, которые стрелять хотят. И они верят, что эти, их, ну, не будут стрелять в женщинки, то... Вы меня простите, у нас не остается времени на ответ на вопрос. Спасибо за ваш звонок. Это и есть вопрос. Я отвечу очень коротко. Я испытываю восхищение и преклонение перед стойкостью украинского народа. И считаю, что белорусам стоило бы поучиться у украинцев. Майданутые, не знаю, те, кто вообще использует это слово, это просто в моих глазах продвинутые идиоты. Это дебилы. Потому что народ может... И украинцы, кстати, показали, ведь мало кто знает сейчас, что не было разбито ни одной витрины вокруг огромного Майдана. Стрелять начали не украинцы, но они имели в себе достаточно решимости и решительности, чтобы ответить такой же стрельбой. Это сейчас белорусам надо. Надо иметь миролюбивую толпу и надо иметь часть достаточно решительных мужиков, которые способны ответить на насильственное действие власти. Без них никуда, без них выйдет весь пар в свисток и будут очень мило подчиняться и надалее этой власти. Украинцы имели в себе эту решимость и только это привело их к победе. Ефим, к сожалению, времени больше не осталось. До следующей встречи. Спасибо.